Жители небольших селений США продолжают голосовать на выборах президента. Сейчас свои голоса отдали в трех деревнях. Пока лидирует Дональд Трамп, 35 голосов. Хиллари Клинтон идет на втором месте с отставанием в 10 голосов. Преимущество кандидату от республиканцев обеспечили в поселке Милсфилде. Напомним, жители городков с населением менее 100 человек могут отдать свои голоса, начиная с полуночи, а закрыть участки, начать подсчет, могут после того, как проголосуют все зарегистрированные в селениях избиратели. Процесс выхода Великобритании из состава Евросоюза включит голосование в парламенте. Планируется принятие законопроекта, который адаптирует для страны европейское законодательство. Об этом сообщил Дэвид Дэвис, министр по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Во время выхода законы Европейского Союза будут трансформированы в британские законы, чтобы обеспечить стабильность для рабочих, бизнесменов и потребителей. Это будет голосование в парламенте, которое состоится перед завершением процедуры применения статьи 50. При этом Дэвид не сообщил, когда правительство намерено начать формальные переговоры с Евросоюзом. По его словам, чиновники хотят сохранить определенный уровень конфиденциальности. Законопроект предложила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Он позволит оперативно применить статью 50 Лиссабонского договора. Напомню, 3 ноября Высокий суд Лондона запретил запускать процедуру Брексита без ее предварительного утверждения в парламенте. Ранее предполагалось, что правительство добьется одобрения законодателей в ускоренном порядке путем принятия резолюции. Греция в основном достигает всех фискальных целей, установленных на этот и следующий год кредиторами Еврозоны. Об этом сказал вице-председатель Европейской комиссии. Своё заявление Валдес Домбровскис сделал перед встречей министра финансов зоны Евро в Брюсселе. Во-первых, мы собираемся обсудить ситуацию в Греции и поработать над программой, изучить процесс проведения реформ, которые в основном проходят по графику. Греция получает средства от кредиторов Еврозоны в рамках третьей программы помощи. В ответ она должна продемонстрировать, что проводит все реформы. При этом, чтобы удостовериться, что еще один пакет помощи стране не понадобится, министры финанса договорились установить для Афин жесткие рамки. Программа помощи завершается в 2018 году. Представитель Еврогруппы Ерн Дейселблум, также выступая перед встречей министров, сказал, что детали среднесрочного списания долга для Греции пока определить сложно. По его словам, ситуация прояснится только во второй половине 2018 года. Это невозможно определить сейчас. Все зависит от того, какими будут экономический рост, процентная ставка, инфляция и действия греческого правительства в период с настоящего времени по вторую половину 2018 года. Министр финансов Германии исключил вероятность списания долга для Греции в течение двух ближайших лет. «Мы сказали все, что нужно было сказать в мае. После первой оценки программы запустился европейский стабилизационный механизм. Все остальное будем решать на последних этапах второй программы помощи, то есть в 2018 году». Он также предупредил, что оценку программы вряд ли удастся завершить в декабрю этого года. Следующая встреча министра финансов по вопросу Греции состоится в Брюсселе 5 декабря. В радиоэфире станет больше украиноязычных песен и программ. Сегодня вступил в силу закон, который изменяет квоты. Согласно новым правилам, в течение года не меньше 25% песен должны быть на украинском языке, и каждый год их число будет возрастать на 5%. Украиноязычные радиопередачи в первый год с момента вступления в силу изменений должны составить не менее 50% от общего эфирного времени, а в 2018 не менее 60%. В оккупированном Крыму стремительно мелеют искусственные самонаполняющиеся водохранилища. Это может стать большой проблемой в дальнейшем снабжении жителей полуострова водой. К такому выводу пришел местный блогер, посетивший основные хранилища после того, как оккупационная власть заявила, проблем с водоснабжением нет. Так, изобильнинское водохранилище, снабжающее Алушту и окрестности, заполнено наполовину. Верхнекутузовское почти пустое, Аянское для Симферополя и нескольких поселков в Салгирской долине почти опустошено. Почти высохла и река, ведущая к нему. При этом в Симферопольском водохранилище вода пока есть. Обмелели Тайганское и Белогорское водохранилища. В результате животные в единственном в Украине сафари-парке Тайган остались без воды. После аннексии полуострова оккупационные власти распорядились перебросить воду из них в обмелевший Северокрымский канал для снабжения Феодосии и Керчи.